Добрый день, с вами Максим Чех. Расскажу вам про этот семестр. Получается, девятый в общем зачете обучения и третий в магистрском обучении, если так считать. Ролик выходит при поддержке патрона с Патреона Егор Громыко и Егор Бычко, если я не ошибаюсь. Надеюсь, не перепутал имена, я не посмотрел предварительно перед роликом. Большое спасибо, ребят. Ссылка на Патреон в описании. Что касается учебы. Это, с одной стороны, самый «успешный» семестр в моей учебе и одновременно самый провальный. Сейчас вы поймете, почему успешный, почему провальный. Учеба в этом семестре проходила по дистанционке, так же, как и в предыдущем семестре. У меня в этом семестре самый хороший средний балл. Один. Одни очки. Каким же образом мне удалось добиться такого выдающегося результата? Я себе в этом семестре, как обычно, записал, получается, 6 предметов. Из них 3 было обязательных и 3, как бы, я взял дополнительных. Меня в этом семестре просто-напросто накрыло. У меня все силы совершенно пропали. Сейчас я объясню, почему. По каким причинам это произошло. И я, в конце концов, на необязательные предметы, которые я себе записывал дополнительно, просто тупо забил. Получается, у меня стоит зачет по проекту. По проекту стоят 2 очки по мобильной коллективной робототехнике и по продвинутой робототехнике, которые были в плане в учебном. И потом 3 предмета просто, значит, стоят оценка N. У меня до этого был, по-моему, не закрыт один-единственный предмет по испанскому языку. Пары назначили на 7.30 утра, я просто нет. Ладно, давайте я расскажу сначала, почему так получилось, и потом расскажу все равно отдельно про каждый предмет. Получилось совпадение нескольких факторов. Во-первых, у меня как бы просто, в принципе, иссякли силы сами по себе, потому что уже подходит учеба к концу, да, это последний семестр сейчас будет. И, ну, вы знаете, когда ты долго чем-то занимаешься, а 4,5 года – это очень долго. Ну, я как бы хочу закончить, конечно же, учебу, но я уже не тот молодой жадный дознаний человек, которым был 4,5 года назад. Это первый фактор. Коронавирус, удаленка, на самом деле, на меня особо не повлияли, потому что мне по кайфу учиться дома. Вот в прошлом семестре я нормально сидел, занимался из дома. И, в принципе, мне как бы дома даже больше нравится, потому что не надо никуда ездить. Никак не повлияло на вот это мое фиаско. Следующий фактор – это работа. У меня закончились запасы денег. Осталось тысяч 20-30 крон на карточке, которых хватает буквально на один месяц аренды. И я попросил директора своего взять меня на постоянную работу, оформить договор, страховку. И, соответственно, в связи с этим у меня немножко снизилась ставка часовая, которую мне платили. В результате я стал работать больше, а денег получать меньше. Огромным плюсом стала для меня страховка, потому что сейчас поднимем к третьему фактору. Но денег стало реально как бы меньше. Последние вот эти вот полгода надо как-то протянуть. Ну, для сравнения, если я обычно в семестре работал 60-80 часов, я так прикидывал примерно, то есть 80 там в начале семестра и 60 в конце, когда сессия уже была, то сейчас мне надо отторабанить четко 100 часов. Это не полноценная, конечно, еще работа, не 160 часов, но поскольку я совмещаю с учебой, это тоже довольно сильный удар по времени, по самочувствию, по сну и так далее. И третий фактор – здоровье. В предыдущих видео люди добродушно и благоприятно настроены уже подмечали, что я выгляжу не очень. Суть в том, что у меня как бы кожное заболевание хроническое, и обостряется оно как раз в частности из-за стресса. И, как вы понимаете, калывать на работе и в универе – это очень большой стресс. Суть в том, что, короче, проблемы со здоровьем. В общем, выписывают лекарства, делают какие-то уколы, но полноценно мне это сейчас не помогает, до тех пор, пока я не закрою учебу и не расслаблюсь. Это тоже будет фактор. Все эти три фактора – усталость, работа и здоровьюшка подкачавшая – сложились, и меня просто, ребят, накрыло. Я вот по некоторым предметам, ну конкретно по этим трем, я просто открываю домашку, вот так вот сижу на нее, смотрю час, и просто тупо не понимаю, что делать, что от меня хотят, что надо. Поэтому я просто-напросто забью, я хотел еще попытаться доделать, но я понял уже, что нет, я сосредоточился на обязательных предметах, сделал их, довольно хорошо на очки получилось вытянуть, и у меня теперь остается только дипломная работа. А теперь давайте предметно я вам расскажу о предметах, которые у нас были в этом семестре. Обязательные у меня в этом семестре было 3,5 предмета. Значит, первый – это дипломный проект за 8 кредитов. Второй – это мобильная и коллективная робототехника за 6 кредитов. Третий – это продвинутая робототехника, покрочила роботика за 6 кредитов. И еще был повинноволитвенный предмет, который надо было взять как бы по плану из определенного списка предметов за 6 кредитов. Но поскольку в предыдущих семестрах я себе записывал эти предметы, то есть я себе в первом семестре записывал, я смотрю, нелинейные системы, во втором семестре я себе записывал оптимальнее, а робустнее жизненье. В принципе, сейчас мне этот предмет уже не надо было заканчивать, то есть я уже это сделал раньше. Я себе записал. Предмет называется отгодувание, фильтрация, а детекция. Я себе его записал, но не закончил. И еще два дополнительных предмета, которые я себе записал, это программирование графики 2 и вычислительная геометрия. Так, проект. Проект я делал у того же человека, у которого делал бакалаврскую работу. Когда я закончил бакалавр, у меня были такие фантазии на тему того, что я на магистра хотел бы себе взять что-то с мобильными роботами, с массовым управлением роботами, с коммуникацией между роботами и человеком. Но я просто понял, что не вытяну, попросился к своему чуваку. И я буду делать, в рамках проекта я доделывал кое-что по бакалаврскому проекту. Суть в чем? Из моего бакалаврского проекта выросла научная работа, которую презентовали на какой-то конференции. И сейчас дописывают статью. И вот в рамках всего этого дела пришел какой-то фидбэк от резонзентов. Я должен был еще доделать симулятор, который делал, доделать код на питоне, на C, чтобы это лучше работало, чуть-чуть поиграться с настройками. В самой дипломной работе я буду делать фактически примерно то же самое, что я уже делал. Но, во-первых, с другим роботом более сложным. И, во-вторых, более вглубь в это погружусь. Основную часть бакалаврского проекта сожрало просто знакомство с ROS, с Gazevo, с симулятором, со всей вот этой системой. Поскольку я сейчас в этом уже немножко ориентируюсь, я смогу больше сосредоточиться именно на использовании методик активного обучения, обучения Intrinsic Learning. Я не знаю, как это будет по-русски. Это ветвь вот этого машинного обучения, в которой у агента нет конкретной заданной внешней награды, и он должен использовать какие-то внутренние метрики для обучения какому-то поведению. Вот. По этому предмету я получил зачет. Все нормально. Мобильная и коллективная робототехника. Тут получилось немножко смешно. У нас в рамках этого предмета было две семестральные работы. Планирование движения нескольких роботов. И вторая – это локализация робота с помощью методики Particle Filters. Фильтры частиц, кстати, интересная довольно методика. Я про нее раньше не слышал даже. У нас эти семестралки надо было делать в парах. И мне в пару попалась девочка из Франции, которая приехала сюда по обмену. У нее вообще не было никакого бэкграунда в робототехнике. Она сказала, что думала, прикольный предмет, робототехника, запишу себе. Получилось так, что по факту обе домашки делал я сам. Значит, давайте я расскажу про семестралки. В первой семестралке у нас было два робота. Ну, теоретически N роботов, но мы делали два робота. Надо было реализовать алгоритм совместного планирования движения. Значит, RRA со звездочкой. RRA star, извините. Я уже забыл, как оно расшифровывается. На экране будет написано, что там resumable A star. В общем, суть в том, что это надстройка над обычным A star. Когда вы формируете резервационную таблицу, роботы резервируют в этой таблице пространство, по которому они будут двигаться. И каждый следующий робот учитывает движение предыдущих роботов. В общем, эта семестралка была довольно сложная. Сложнее, чем вторая, потому что вторую я там сделал буквально за два дня, а над первой пришлось попотеть немножко. Работала она ужасно криво. Нормальные ребята там, проверяющие на свечениях, мы когда сдавали, мы созванивались по зуму, показывали им код, показывали поведение, обсуждали. Они там подсказывали, какие параметры лучше поставить, то есть конкретные значения параметров. Просили там показать, как она будет работать вот в таком случае, если вы поставите такие настройки, такие настройки. В принципе, интересно это было. Но мы, конечно же, должны были делать этот проект на реальных роботах, а делали в симуляции, ввиду понятных причин. Вторая семестралка была по particle filter. Это получается такая методика статистической оценки вероятности. В общем, суть в том, что у вас есть робот, неизвестно, где он находится. Вы делаете измерения с шумом, естественно. Лидар мы использовали. И потом вы создаете какое-то количество гипотетических позиций. Этого робота, это называется Particles. Задаете им какие-то случайные значения и делаете симулированное сканирование лидаром из этих позиций и сравниваете их с реальной позицией. У вас в результате получается какое-то распределение вероятности. Вот эта позиция более вероятна, вот эта позиция менее вероятна. После чего вы присваиваете каждой частице вес. Частицы с большим весом имеют больший шанс выжить. И в результате довольно быстро, через несколько итераций, множество частиц, оно конвергирует к позиции, которая близко к реальной позиции робота на карте. Довольно интересная семистралка, мне понравилась очень. И она гораздо проще, чем первая, потому что в первой там все работало ой, очень как глючно. А вторая довольно четенько. Семистралки шли просто в зачет, никаких баллов за них не было. И на экзамене, экзамен довольно простой, чувак задал пару вопросов. Экзамен был, кстати, контактный. Мы там тоже поговорили про это, про методики локализации, методики планирования, байосовские фильтры. Хороший предмет рекомендую. Продвинутая робототехника. Я уже говорил про связь между компьютерной графикой, геометрией и робототехникой. И вот этот предмет как раз тоже ведет чувак, который у нас в прошлом семестре лил предмет по графике, который я себе записывал. Геометрия компьютерного зрения. Они очень тесно между собой переплетены. Единственное, что я думал, этот предмет будет более как бы практическим. Он был совершенно полностью математическим. Мы просчитывали геометрию манипуляторов. Мы считали Диновита-Гартенберга конвенцию. Кстати, меня очень удивляет, что в русскоязычном интернете практически ничего про ДГА-параметры конвенцию нет. Все материалы на английском. Надо будет что-то запилить. И потом мы решали какую-то более продвинутую алгебру. Мы решали полиномы. И в конце мы решали инверс кинематик с манипулятора с шестью степенями свободы промышленного. Очень большой подставой для меня в этом предмете стало то, что здесь, получается, было семь домашних работ, три теста и экзамен. Первые пять домашних работ мы делали в Матлабе, в привычном родненьком Матлабе. А последние две домашки мы делали в Мэйпл. Господи, какой это трындец. Четыре с половиной года, четыре года Матлаба. И потом тебя бросают в этот Мэйпл. Там все какое-то корявое, какие-то непонятные херни. Понятно почему, да, там символическая математика, видимо, более продвинутая, чем в Матлабе. Но это была боль ужасная, эти две последние домашки сделать. Но, тем не менее, я их как-то вытянул. Тесты. Я написал два на полные баллы. А первый тест – такая забавная история. Я его проспал практически. Проснулся за полчаса до конца и написал всего за 50%. Но все равно этого хватило, чтобы вытянуть на А. Тоже отличный предмет, рекомендую. Далее. Отгодование, фильтрация, а детекция. Это у нас получается повинноволитованный предмет. Он идет с кафедры теории управления. Я должен признать, ребят, что за все 4,5 года обучения я все понимал, но этот предмет для меня оказался просто сильно сложным. Я хотел бы, конечно, съехать на то, что я говорил, что время, работа, здоровье. Но нет. Здесь я конкретно его завалил, потому что он для меня был слишком сложный. Тут было три домашки. Кстати, не я один его завалил. Я разговаривал там тоже с другими чуваками, как бы не глупыми. Кто-то из них тоже его не стал сдавать, потому что они говорили, что здесь еще очень плохие учебные материалы. Не знаю, даже с плохими учебными материалами раньше как бы я справлялся. Но здесь просто три домашки. Я первую написал типа на 70%, вторую чуть-чуть получше, а третью я просто не смог сделать, потому что там надо было реализовать какую-то методику. Но как это работает, я не понял. И я просто эту домашку не смог сделать. Я ее не сдал. Мне поставили не за счет. Все как бы проехали. Не могу рекомендовать этот предмет. Слишком сложный и довольно плохие учебные материалы. Ну, или просто я дурачок. Не знаю, делайте сами выводы. Если ваша специализация, конечно же, теория управления, вот именно по хардкору, вы хотите там, я не знаю, ракеты строить, ссыла на маскам, такие вещи делает промышленные. Вам это надо, но это слишком тяжело для меня было. Следующий предмет, программирование графики 2, это было программирование на OpenGL. Я говорил, по-моему, в прошлом видео, что я пожалел, что я его записал, потому что это немножко не то, что мне надо было. Меня интересовали больше алгоритмы именно с базовой точки зрения. А здесь именно программирование графики на OpenGL, это мне было не сильно интересно, но все равно я бы его закончил в нормальных условиях. Но сейчас я не вытянул. Значит, у нас здесь была одна семистралка. Надо было выбрать один из предлагаемых алгоритмов, графических там, тени, шейдеры. Надо было реализовать этот алгоритм именно на уровне графической карты, на OpenGL. Но я, честно говоря, признаюсь, я даже не начинал это делать. Это последняя N, которую я получил. Я просто написал, попросил, поставьте мне, пожалуйста, N, извините, что я там ваш предмет забросил. Такие дела. И последний предмет, вычислительная геометрия, вот это вот я реально жалею, что я не сделал, потому что это именно то, что я хотел. Именно низкоуровневые алгоритмы компьютерной геометрии. Значит, мы начали с предикатов к компьютерной геометрии, чтобы вы понимали. Там самый важный предикат – это предикат ориентации. То есть, если у нас есть три точки А, Б, С, нам нужно определить, у нас есть точка А, точка Б и точка С, и мы хотим определить, С находится справа или слева от линии или луча А, Б. Мы начали с этого. Там очень много нюансов, на самом деле, оказывается. Очень большие сложности идут с представлением чисел в формате с плавающей запятой, потому что если наивно имплементировать эти предикаты, возникают вот все эти глюки, которые в компьютерных играх, когда из-за какой-то маленькой численной погрешности, да, там машины улетают в небо, люди сквозь стены проходят и так далее. То есть, нам рассказали, как избегать этих проблем, там есть, оказывается, алгоритмы, именно рассчитанные на корректную работу с числами в формате с плавающей запятой, так что эти предикаты всегда возвращают, ну, скажем так, нормальное значение, даже там для погрешностей в формате 10 в минус 63 степени в таком духе. И потом на базе этих предикатов мы строили как бы более сложные алгоритмы, а предмет был устроен довольно интересно, у нас было, по-моему, 4 домашних задания, 3 или 4, и у нас была презентация. Получается, лекции читал сам чувак, а на занятиях студенты сами готовили презентации по темам, которые мы проходили. Презентацию я, кстати, хорошо сделал, отторобанил. Мне досталось, не досталось, я сам выбрал планирование движения робота, как раз это перекликалось вот с другим предметом. Именно с точки зрения геометрии, если смотреть на 2D робота, как на полигон, и на карту, как на список полигонов, да, то как нам проложить движение одного полигона через список других полигонов. Это было очень интересно, но еще раз говорю, вот из трех дополнительных предметов, это именно тот, о котором я больше всего жалею, что мне не хватило сил, выдержки его закончить. Крайне рекомендую, если вы учитесь на робототехнике, вычислительную геометрию записывайте себе, очень полезный для вас будет предмет. Ну что ж, я думаю, на этом все. Семестр, конечно, скомканный, получается, ну еще раз, средний балл единица, то есть у меня такого раньше не было. Средний балл я себе потянул, но за счет того, что 3 предмета просто пришлось забить на них. На этом все, с вами был Максим Чех, еще раз большое спасибо патронам на Патреоне. Подписывайтесь на Патреон. Все, пока.